Друзья, всем салют! Добро пожаловать на канал Роби! И в этом выпуске я расскажу про права, про водительское удостоверение. Как его вообще здесь получить, и стоит ли оно того, и нужно ли оно вообще. Какие для этого потребуются знания, деньги и так далее. Поехали! Ну, в общем, выглядит это удостоверение вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу его. Вот такая вот карточка. Вот такие вот права. Обошлись эти права мне почти в 5000 долларов. По той причине, что я учился через стороннюю компанию. Дело в том, что на тот момент на английском языке я нормально разговаривать не мог. Да и, в принципе, сейчас тоже особо-то и не могу. И поэтому у меня была своего рода паника. То есть я думал, что я не сдам и так далее, и мне нужен какой-то посредник. Соответственно, я нашел компанию, которая здесь занимается, ну, то есть вашим сопровождением по сдаче на водительское удостоверение местное. Если брать ребят с Украины, с Беларуси, по-моему, и вообще с Европы кого-либо, то можно просто поменять права, оплатив 300 дирхам за замену. И, собственно, все на этом. Но, к сожалению, для России этой процедуры нету. Для России необходимо полностью обучение. У меня знакомая сдавала в шарджи. Ей права обошлись всего в 5000 дирхам. Всего. Даже меньше, даже меньше, по-моему. Да, изначально ей сказали 5000 дирхам, но потом снизили и сказали всего 3800. Потому что у нее было водительское удостоверение из России. Сдавала ее, рабочая виза была оформлена в шарджи. И, соответственно, ей пришлось там обучаться. Перед этим она водительским своим удостоверением поделилась в РТА. Обратилась туда. Ей назначили экзамен. Она сдала этот экзамен. После чего ей назначили по ее опыту, по ее стилю вождения и так далее, назначили 5 занятий. 5 занятий только по вождению. Отучилась 5 занятий, сдала на права. И, собственно, все. Ну и, собственно, это, конечно, замечательно, что 3800 и водительское удостоверение здешнего образца у вас есть. Единственный нюанс. Это удостоверение водительское будет работать и действовать только на Эмираты. На Эмираты, ну, может быть, еще и на Аман, там, на какие-то приближенные страны. Больше этого водительского удостоверения нигде работать не будет. Соответственно, это всего лишь категория Б с автоматом. Дубайские водительские удостоверения действительны практически во всем мире. Ну, либо в большинстве ряда стран, в которые входит это США, это весь Евросоюз, это различные другие страны. То есть их очень много. И в приоритете, конечно, отучиться только в Дубае. Абудаби права такие же, как и в Шаджи. Они и стоят дешевле, и, соответственно, они нигде практически не котируются. Что следует знать? Если же вы самостоятельно хотите обращаться, да, и сдавать. Я изначально также самостоятельно хотел сдать. Думаю, да, что там ерунда. Тем более у меня были друзья, знакомые, которые здесь ездили, и которые мне все показали, объяснили, рассказали, как они сдавали, и все в этом духе. Соответственно, я обратился в автошколу. Мне сказали, что, к сожалению, русского переводчика и так далее у вас не будет такого нетворти. Я удивился, потому что везде информация была о том, что есть услуги такие. Ну и, соответственно, я подумал, подумал, думаю, лучше через стороннюю компанию. Нашел стороннюю компанию, обратился и, соответственно, им просто оплатил. Они меня уже в школу зарегистрировали. Я им, получается, свое старое водительское удостоверение выслал в визу, выслал ксерокопию, вклеенную, в паспорт рабочую. Вот. Что еще? Паспортные данные, соответственно, также. И, собственно, на этом все. Ну и деньги. Далее они меня пригласили уже непосредственно в автошколу на мой первый урок. Точнее, они меня там встретили. И в одном из классов девушка одна, русскоговорящая, мне все объяснила по билетам. Дала материал, который мне необходимо подготовить. И, собственно, на этом все. Я подготовил этот материал, сдал, в принципе, я теорию, это было по теории, сдал эту теорию с первого раза. Плюс тем, у кого есть водительское удостоверение уже в России. У меня было 8 лет. Соответственно, мне это водительское удостоверение далось, так сказать, еще с наименьшими потребностями, ежели я бы сдавал первый раз. Дело в том, что при наличии определенного стажа у вас ставится меньше занятий в автошколе. Но, так как я через стороннюю компанию, и они мне уже там самостоятельно, то есть, находили нужные дни для меня, потому что из-за работы у меня не получалось и так далее. То есть, вот это вот тонкости и нюансы, слава богу, мы все прорешали с ними. И далее я приехал к ним в автошколу, это была Голодарьи, это уже мой был экзамен. В автошколе меня никто из компаний, которая меня сопровождала, не встретил. Мне просто позвонили, сказали, вот, Роман, проходите туда-то, туда-то, объясните это, это скажите, и все. Хорошо, я пошел в эту автошколу, зашел в нужный кабинет, показал там свой ID, оплатил, по-моему, что-то еще, и, собственно, пошел на экзамен. В общем, вас садят в такую небольшую кабинку, буквально там метр на полтора, на два, может быть, максимум. Дверь закрывается, вы одеваете наушники, так как у вас русскоговорящий, ну, то есть, переводчик, который в наушниках вам будет все переводить, что вы будете видеть на мониторе. Это экзамен РТА. Вам необходимо сдать определенное количество вопросов, теории теста. Также и видео вопросов. Я сдал, соответственно, с первого раза, соединился, да, или как там с этим русскоговорящим переводчиком, потому что так, в принципе, на русском языке сдачи нету. И, соответственно, это, опять же, нюанс тонкости. Но, слава богу, вопросов здесь всего лишь в теории 200, и они очень легкие. Единственный нюанс там, помеха слева, не помеха справа, да, как в России, например. И из-за того, что рандебаудов очень много, это круговых, вот этих вот, круговых колец, вот этих кругового движения. И, соответственно, я быстренько сдал, позвонил компанию свою, да, которая меня вела. Сказал, что все сдал, выслал фотографию результата, и, соответственно, ждал уже следующего экзамена. Но перед этим мне сказал человек, да, от сторонней компании о том, что мне необходимо откатать некоторое количество часов, чтобы хотя бы какое-то представление иметь о дороге. Мне, на самом деле, там поставили 10, по-моему, занятий, я откатал 2. Вот, опять же, плюс, если вы через стороннюю компанию это делаете. Они как-то там все это договорились и решили потом. Ну, вообще, мне, в принципе, эти часы, на самом деле, не нужны были. Просто настояли на том, чтобы все-таки я откатал вот хотя бы пару занятий. Я приехал, русскоговорящий инструктор меня встретил. Единственный нюанс заключался в том, что мы пока катались, я ничего толком не услышал о вот этих вот нюансах, тонкостях сдачи, да, местной. Вот, и так далее. Я больше услышал о его семье, о том, как он сюда переехал и так далее. То есть, это был русскоговорящий человек, но не русский. Национальность, честно говоря, не помню. Все, мы с ним попрощались после второго занятия, и у меня назначен был экзамен на выбранный мною день. Опять же, видите, нюанс, что выбрать я смог день хотя бы. Они уже там подловили момент, где была возможность меня вставить в какое-то время, да, и, соответственно, меня поставили на возможный день, да, который я назвал. Далее, после этого я, приезжая в автошколу, значит, на такси, встречаюсь с местным, потому что основной экзамен принимают местным. На самом деле, это был какой-то, не знаю, по национальности совсем не араб, но ладно, ничего страшного. Говорил он исключительно на английском, да, ну, то есть, на арабском, может быть, тоже разговаривает, но я не уточнял на английском. Он англоговорящий, на русском он ничего не понимал. Познакомился с этим местным, сели мы в машину, значит, в машине камеры, соответственно, если вы ошибетесь, то вы не сдали. Я с ним поздоровался, спросил, как дела, на что он мне ответил, никаких, как дела и прочее, только сдача экзамена. Сел с каменным лицом, я думаю, ну, это вообще на самом деле неадекватно, потому что человек, который принимает экзамен, хотя бы должен узнать, как у вас дела, как вы себя чувствуете и прочее, потому что это даже написано в правилах местных. Но этот человек, увы, он был просто с каменным лицом, мы поехали с ним, он мне говорил там, что там, ой, left, right, я окей, ну, то есть, поворотник включаю. И обязательно вот здесь прям акцент сделаю, потому что иначе никак. Смотрите в это зеркало, если поворачиваете направо, да, смотрите в это зеркало вправо, смотрите вот сюда, в слепую зону, и возвращаетесь обратно вперед. Так же налево сюда, 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 боковое, и вперед. Это для того, чтобы вы убедились, что в слепой зоне... Обязательно показывайте это головой, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и возвращаетесь, чтобы вы наверняка сдали, иначе вы не сдадите. Какие бы вы крутые водители не были. У меня по моему водительскому удостоверению из России стажа 8 лет, уже 9-й, по сути, идет, причем на КамАЗе и на легковой. Но, тем не менее, здесь на автомате вот я сдавал, и первый раз, когда я завалил. Как это было? Я подъезжаю к пешеходному переходу, смотрю направо, налево, там, ну, то есть посмотрел, повертел головой, никого нету. Замечательно. Я газулечку нажимаю, трогаюсь. У меня две полосы, встречных тоже две полосы. И со встречного движения резко заворачивает велосипедист. Я, соответственно, кушетку тормоза, не успеваю найти аварийный сигнал, и я сразу понял то, что я не сдал. Здесь обязательно нужно включать аварийный сигнал. И даже если вы резко там разгоняетесь, а там спереди пробка, и вы тормозите, все равно лишний раз включите аварийку. Потому что здесь настолько безобразно многие ездят, что они просто вас не заметят и въедут вам взад. На моих глазах такое уже было. Я бы вам не говорил включать обязательно и так далее. Но, увы, к сожалению, нужно. Ну и на пересдачу мне необходимо было еще несколько занятий взять. Я от них отказался. По сути, я должен. Если бы я самостоятельно сдавал, мне обязательно было бы явиться на эти занятия. Но попросили все-таки один раз хотя бы откатать. Только с другим инструктором. Я согласился, потому что думаю, ну мало ли, что-то я не знаю. Англоговорящего инструктора поставили, и с ним я больше узнал, чем с русскоговорящим. Причем английский язык у меня минимум. Представьте себе, да, вот англоговорящий мне говорит, вот это, 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 я понимаю, и все, я окей, thank you very much, oh, brother, yes, или, oh, окей. Ну, то есть он мне все объяснил, а я только вот поддакивал, потому что, ну, на самом деле, для меня было удивительно, что англоговорящий человек, то есть, знает гораздо больше. Ну, тут не суть, суть в том, что после этого инструктора я приехал на, опять же, на переаттестацию в назначенный день, который я, опять же, выбрал. С другим уже сдавал, да, с человеком, он у меня спросил, как дела там и прочее, я был в шоке, потому что он, ну, приятный был вообще, и в настроении, в хорошем и так далее. То есть мы с ним буквально кружок проехали, я сдал. Приезжаем, все, я паркуюсь, все замечательно, ну, то есть я все так по зеркалам, там поворотники везде за 30 метров обязательно включать, даже если это будет главная дорога, и она просто будет заворачивать, да, крюк, крюкообразная вам в любом случае за 30 метров необходимо включить поворотник. Причем вот при сдаче эти правила есть, но, к сожалению, большинство здесь гоняют без поворотников от слова совсем, даже в повороты их не включают. Честно говоря, меня это бесит. К тому же, аварийным сигналом светофора никто вообще не пользуется в плане, там, поблагодарить, извиниться, подрезают в наглую, залезают и пофигу им вообще. Я несколько раз нажимал аварийный сигнал светофора, благодарил людей, и я думаю, что для них это был шок-контент, потому что, ну, что это, они даже, наверное, я уверен, они даже не понимают, что это значит, сигнал с сигналом аварийкой, я им поморгал. Вот такие вот дела. Ну и от себя хотелось бы добавить вообще, стоит ли вам сдавать или нет. Если вы сюда переезжать собираетесь, работать, жить, то обязательно стоит, потому что максимально не пешеходные города. Что Абу-Даби? Абу-Даби это вообще не пешеходный город. Дубай также не пешеходный город. Ша, ну, город, Эмират, да, как бы, кому как удобно. Если брать отдаленные Эмираты, там, Фуджейру, Рассельхейму, Мелькувейн, там, Шарджу, Ладжман, также лучше на машине, потому что на общественном транспорте вы просто замучаетесь. В этот общественный транспорт вечером после работы или утром перед работой, если вы тоже на работу едете, просто как килька в банку залазят все пакистанцы, индусы, не знаю кто, многие из них какие-то потные и так далее. То есть мне, честно говоря, это не понравилось. При этом постоянно пополнять карту нужно и так далее. И у вас выходит на самом деле больше, чем на машине. То есть на машине вы заправили там, грубо говоря, там 150-170 дирхам и ездите неделю. А так придется терпеть. Бывают нюансы, например, у нас был один момент, мы в автобусе ехали, в полном автобусе просто стояли там, еле как, прям вообще как кильки в банке. Нас остановили на одной из остановок. Нам и так ехать было там что-то полтора часа из-за пробок. Нас остановили. Кстати, замечу, пробки не только вот движению мешают, но еще мешают остановки каждые 5-10 минут. Не знаю, там через 100-150 метров остановка. Везде остановки. К тому же остановки большинство на открытой местности. Если это лето, вы просто умрете от жары. Я вас уверяю, просто умрете от жары, от солнца, нигде не встать, не прикрыться, ничего. Это просто будет небольшой заезд на трассе. Вот и все, вот это будет остановка. А вот эти остановки с кондиционерами и так далее, да, они есть, они есть где-то в элитных частях Тубая. Да, не спорю, есть. Ну и к тому же, мы, когда остановились на этой остановке, человек проверять начал карты. Так как автобус был максимально забит, а это большой автобус, эта проверка длилась, наверное, минут 40. Он к каждому подошел, пропикал карту. Как ни странно, он еще разговаривал на русском языке. Вот, проверил, оплатили вы, оплачиваете ли вы поездку. То есть, это необходимо при входе в автобус, обязательно прислони карту и уже ехать. А потом при выходе прислонить ее повторно, и у вас спишется определенная сумма, которая расстояние вы проехали. Далее, после этого, вы едете уже домой еще 40 минут. Это было ужасно. Поэтому решать обязательно вам стоит вообще сдавать на права или не стоит. Ну, я на сегодняшний день вторую машину уже взял, поменял Camaro, я Camaro первую взял. Audi A5. Здесь немножко у меня вот руль пошорпан. Ну, это ничего не вредит. Вообще, машина в идеальном состоянии. Стоит она, к тому же, здесь недорого. Мне она обошлась в 19600. Это вместе с переоформлением и страховкой на нее. Ну, что ж, выпуск подошел к концу. Ну, вам... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok